привет всем разные люди ходят ко мне на экскурсии хирурги донтисты подводники даже вот из фсо наш общий прекрасный товарищ заходил вот еще один из моих экскурсантов непостоянных но в общем-то следящий за моим творчеством непостоянным возможности потому что человек из гомеля да человек из гомеля человек из гомеля ну представьтесь меня зовут отец савва а вообще-то официально я называюсь архимандрит савва мажука живу в гомеле в никольском монастыре вот самый первый вопрос сначала небольшая предыстория буквально вчера я водил экскурсию и показывал реликт домовой церкви там на махову есть уникальное место это это дом но там видно шутка странно вписанный и я им рассказать что это была такая домовая церковь но и рассказывать про систему вообще традиционные вот этой всей истории там приходские церкви военные полковые там ведомственные домовые бла-бла-бла ну это одно спрашиваю новые дорогие ребята когда последний раз церковь доходили ну и выясняется что как бы не очень в церковь ходили и в этой связи священник для нас представляется как правило в двух апостасях значит 1 апостаси за такую пыль который ездит на джипе и трясет деньги вообще со всех а вторая апостаси это какой-то такой мне уже глазами со смотри совершенно ультра православный клей это вот я прошу прощения вот вы знаете как блондинки пукают фиалками так и так вот и священник вот он такой вот он вот чем живет опишите пожалуйста вообще вашу повседневную жизнь чем занимаетесь начнем сначала с профессиональной деятельности вообще что такое профессиональная деятельность священник ну я необычный священник я же монах я живу в монастыре хотя у нас сейчас в право в русской церкви монастыре мало чем отличаются от приходов но это с особая специфика то есть я не совсем поп то есть я живу в общине у нас 9 человек монахов да и 12 кошек ну нам их подбрасывают постоянно и мы их периодически раздаем в благословение и любят котиков до аминь всем сердцем пусть даже так и у нас конечно есть церковь мы находимся в центре города и я вот павла приглашал к нам в гости я в принципе вообще до беларуси мечтаю добраться у нас есть шикарный музей ветковский музей это рядом с гомелем это центр старобрячества энтузиасты собрали потрясающую коллекцию старобряческих разных штучек это просто очень интересно да и мы вот живем в центре города я там живу с 95 года почти четверть века и как-то самое главное наша работа это наверное богослужение да но я еще кроме всего прочего долгое время был больше 20 лет регентом хора то есть управлял хорами не благополучно мы можем да если что до в остросоциальный ансамбль конечно не зовите да но где где-нибудь можно до пригорюнице и так за спит дуэтом дам молим и лоун да мы вот говорили о том что любим ирландию да да ну прекрасной песни молим и лоун да можно спеть вдвоем да прекрасно если есть статуи в центре дублина потрясающе да так вот у меня кроме кроме моего музыкального это называется на нашем языке послушание я еще занимаюсь преподавательской деятельностью у него небольшой курс послушание это когда обязательная деятельность которая должна выполняться да это такой технический термин который сложно перевести на секулярный язык наверное служение обязанности вот так что-то вроде поскольку мы же не поясню на всякий случай секулюс секулярует светские 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 именно так и я еще занимаюсь с подростками у меня такая сеть называется библейская студия и еще я записываю ролики у нас есть youtube канал блогер нет и не блогер но мы просто записываем это для друзей есть youtube канал никольский монастырь кстати вот до конца этого месяца действует акция если вы подписываетесь на наш канал то вам прощается 100 грехов да можете включить самые крупные вот это и вот об этом сейчас поговорим поподробнее с говорится этого момента поподробнее вопрос такой за счет чего живет монах то есть монах уже надо пить есть самое простое мы живем просто с прихода поскольку у нас очень много людей ходит люди сейчас называется донат таким старостным славянскому да-да-да-да латинским скорее люди вам соответственно оставляют какие-то средства да именно так каким образом эти средства распределяются то есть какой-то норматив ну то есть грубо говоря у светского человека из понятия зарплата если он не олигарх то я человек на земле ходя ходящий у меня есть понятие зарплата у монахов она вообще как но мы же граждане республики мы должны получать какую-то зарплату и мы получаем фактически хотя мы ее можно сказать не получаем потому что мы живем общиной есть брат среди наших девяти и вот слушайте девять как нас гулов нас вот есть среди нас товарищ который занимается этими цифрами вот мне с цифрами все очень плохо я например не понимаю в бухгалтере ничего он понимает и занимается там покупкой и так далее распределением то есть если мне что-то нужно я просто покупаю у нас например есть машина общего пользования если мне нашту нужно куда-то ехать я просто но у нас правда принцип такой кто первый стал твои тапки поэтому я иногда не не успевает но но это вот так но это в монастыре так на приходе по-другому то есть на приходе чаще все священник просто получает зарплату на приходу очень разные бывает у нас большая проблема в русской церкви не сейчас мы вернемся приходы же это они же тоже живут за счет даже да хорошо едем дальше у нас русской церкви большая проблема в том что моя система финансов и отчетности финансовые контроля и так далее она средневековый у нас то есть вообще 1s не интегрировал можно перевести даже че такое вот это светские светские термины выключил звук на телефоне извините но эта система одна из самых известных бухгалтерских систем на самом деле она это не понимаем да может нас беларусь по-другому ну про беларусь об тоже мы поговорим сейчас вообще мне крайне интересно это все какая мензу то есть все на на счетах и на в книжках нет у нас все понимаете пожертвование это такая вещь которую ты не можешь не прогнозировать ну да кстати не как-то здесь какая-то кривая зависимость ну типа к праздникам больше да 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 то есть интуитивно мы можем поехать они всегда это эти ожидания совпадают но проблема в том что там где финансы не контролируются всегда заводится какой-нибудь червь серебролюбия вот так вот я выражусь да то есть с этим пытаются бороться вот то есть борется церковь с этим слабо очень потому что в тени проще там что-то припрятать или как к этому соотносится ну ты же как бы служишь богу и тут вдруг ты начинаешь заниматься тем чем занимается любой но не не хочу сказать любой но многие чиновники допустим ну человек существо лукавые боже мой если на тебя наденут все эти священные одежды ты же ведь внутри тоже сама останешься вот это очень ключевой мне кажется момент вообще в принципе то что люди не понимают что священником тоже человек и кроме того я считаю что порядочность деликатность учтивость это вещи надконфессиональные то есть если человек верующий это не значит что он порядочный это это не не факт это не факт и кроме того вот когда мы говорим о примерах христианского воспитания детей это тоже некоторого рода аксиомарон потому что мы можем дать религиозное воспитание но воспитать порядочность вот эту за с этой задачей не справляется религиозное воспитание кстати а религия же она по идее как это должна способствовать тому чтобы человек вырос порядку то есть религия еще изобретена была для регулирования я не соглашусь что она была изобретена и потому что есть такие архетипические вещи которые не не являются замыслом целесообразно существовало для того чтобы регулировать все таки но согласитесь что одно время скажем средние века религия это был единственный инструмент воздействия на какого-нибудь там не знаю рыцаря у которого меч а у крестьянина зернышко для чтобы рыцарь крестьянина не зарубил только религия спасала да я могу так утрирую конечно но вот да ну кроме средних веков были более древние эпохи и там этот фактор работал я думаю что он сейчас работа просто это мышление образное ведь религия это язык веры для меня например то есть обрядность какая-то например открывают магазин перерезают ленточку зачем они это делают или вы дарите жене цветы что она их съест и выработает витамин дэд например нет то есть это вещи бесполезные но они необходимы для описания какие-то чувств которые выше любых слов понимаете по женой цветы хорошо значит община а например а может община позволить себе завести два автомобиля не один да у нас их несколько да 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 у нас грузовой есть автомобильчик да но мы себе не можем очень много позорка что белоруссия вообще-то бедная сторона ну-ка сравнительно с россией хотя у вас россия тоже очень разный идут москва есть да есть очень я я помню бедный риме мимо одного храма там батюшка парковался на машине я подумал ну честно говоря я хотел такую машину мне нет денег на нее батюшка на ней приехал я подумал вот в этот момент и как раз испытал наверно некие чувства относительно этого батюшки не самого благородного характера да вообще как бы именера вы кстати вот мирянин испытывает такие чувства батюшка но это свободная страна что значит имеет право ну ты испытываешь и все вот что значит имеет право человек испытывать чувство голода то я гулял по по невскому тут несколько часов как-то из 4 смотрю народ ест весь усиленная как если почувствовал глубоко несчастным человеком понимаете да это как я что должен извиниться ли все какого-то разрешения спросить можно я обед съем я хоть и батюшка тоже право имею какие взаимоотношения в этом случае между соответственно структурами вашими и государством ну скажем вы там платите налоги конечно да как как это осуществляется то есть у вас есть кто есть какая-то подача документов отчитываетесь что у вас был такой приход о я не знаю как точно это делается но дело в том что я с этим сталкиваюсь неоднократно есть довольно много людей которые уверены что священником зарплату платит государства то есть это из налогов мне это не так я знаю что иногда если памятник архитектуры подают документ на то чтобы государство помогало восстанавливать его хотя это очень редко бывает но в беларуси с этим еще еще хуже вот то есть да есть отчетность нас контролируют и и пожарные нас контролируют мчс там и санэпидемстанции периодически проверяют состояние сатой воды жалобы люди пишут и тогда то есть я не знаю как точно это происходит но это да есть отчетность но опять же поскольку не учитывается и это всех устраивает самое главное не учитывается количество пожертвований то у нас конечно же из черной бухгалтерии но есть вот вам не прилетит за то что вы такое говорите но что я открыл америку это все знают просто дело в том что мне близка очень позиция наших западных коллег до эмигрантские приходы вот те самые первой волны мигрантов которые например основали сенсиарш до западноевропейский экзархат они пошли другим путем и они уже тогда в двадцатые годы стали на пути такой финансовой прозрачности я думаю мы тоже к этому должны прийти то есть вы заходите в собор там на рю дарю или в лондоне даже в успенский храм где служил митра вожу на рю дарю всегда когда вожу экскурсии всегда туда привожу пролестно пролестно это делает вас наполовину человек я там даже в последний раз обнаружила икону из веденского собора семеновского полка на стоял напротив станции метро пушкинская не замечал тут последний раз и заметил то есть большинство снесли туда да ну хорошо соответственно сделали систему прозрачной то есть каждую неделю вывешивается отчет сколько пожертвовали то есть есть существует комиссия нельзя в общем-то договориться приходская которая все это подсчитывает вывешивает отчет в отчете пишется сколько уплатили священнику сколько певчим сколько потратили на краску и так далее то есть это мне кажется правильно вот по поводу прилетит или проще расскажите вообще что такое иерархия в церкви то есть кто кому за что подчиняется что вообще можно говорить что нельзя говорить потому что опять таки все таки в глазах обывателя церковь это такая армейская структура если солдат там что-то вякнет то соответственно сержант он сразу а не дай бог еще дойдет до полковник а уж если до генерала ну там вообще всю часть просто вот как в церкви есть реальность а есть канонически идеальный вариант я попытаюсь два этих две этих версии изложить у нас действительно очень жесткая структура но она во многом зависит от человеческого фактора то есть канонически единственным полноценным священником на территории епархии то есть вся церковь поделена на территориальные тени владетельный епископ зайти-ка в кальцин в конце в кальцине белунга да единственным по священником полноценным является епископ вот я не епископ я священник хотя и в самого высокого градуса то есть я архимандрит ну то есть действительно для человека не следующего архимандрита звучит как-то ну такой почти что генерал ой да только свадебный да на самом деле это такое слово еще я его не люблю да манер сам мандрит как это гамадрил что-то такое вот некрасиво да я бы отменил вот если в патриархии пойду и то есть есть впечатление со стороны если мы смотрим на церковь что самое главное с патриарх и мы воспринимаем как папу римского но да есть на фактически фактически конечно бывает так что наверное так и есть но канонически то есть в идеале самый верхнем что ли эшелоном власти является поместный собор и архиерейский собор то есть надо патриархом это структура существует но чтобы собрать этот собор распоряжается опять же патриарах то есть у нас вот эти мы канонические моменты они не не проработаны собор это же по сути ну такой демократичный орган да да то есть это же причем в древности в христианской древности он был всегда только епископским собором почему над патриархом что важно да а в семнадцатом в семнадцатом году был собран первый собор в котором огромное участие огромную активную очень часть принимали мирянича в частности отец сергий булгаков вернее тогда он был еще сергей николаевич булгаков я в москве показываю где он проходил между прочим зубовскому бульвару ну вот там я жил нет я не про булгакова я имею до где проходил сам собор собор до лихов переулок да вот именно именно лихов это корида вера да это уникальное было явление потому что миряне там действительно давали зажигали до там уникальность что состоял в том что в семнадцатом году шло разрушение империи и смена курса государства а параллельно вдруг возвращался патриарх да то есть вот это парадокс вообще нашей истории что пришла советская власть и пришел патриарх одновременно фактически это случилось но самое интересное что духовенство то ведь в большинстве своем приняло с облегчением отречения императора николая второго того что до этого момента точно поподробнее это исторический факт это почему потому что церковь была в униженном положении особенно после тех законов которые 905 году были приняты которые дали свободу старобрядцам иудеям мусульманам и так далее а церковь продолжал оставаться православным государственным институтом это было очень анализное положение понятно то есть и синод кстати тогда священный возглавлял фактически светский человек вот касательно победоносцев например уже был интер прокурорного синода и без него это это период вот синодаль до патриаршества и без него ничего не нельзя было делать вообще без без мнения этого человека без подписи императора то есть церковь была в весь синодальный период в жутком унижении ну и кроме того вот чисто практические вещи я вот люблю старые книги если взять книжку такая есть книжка называется служебник по которой происходит богослужение открыть дореволюционное издание и что священник читал на ектиньях на херувимской и так далее то есть упоминал постоянно эту фамилию царствующую бесконечное перечисление там книжон книги не так далее я воспоминаниях встречал вот такой рвотный рефлекс на эти бесконечные по пять раз за службу повторение всего царствующего дома это долго же это долго нудно и нужно постоянно было подчеркивать суверно подданнический статус это унизительно мне кажется да и не случайно священники они они восприняли с восторгом смену курса да очень странно но да вы есть есть по этому поводу статьи а что ж тогда ну я тут и следую я все всего невозможно знать я вот этот аспект скажем честно говоря даже не в курсе был а что тогда с ну вдруг мы так в историю раз ушли какое вообще тогда сейчас отношение к советской власти потому что же ну вы же понимаете что тридцатых годах там другая была история уже советская но вот сейчас у нас пестр очень мнение хотя я надеюсь что мы придем каком-то примирению со своей историей просто потому что у меня был диспут с константином семиным на на телеканале спас и потом мне очень много люди писали как это так вы же священник почему вы вот так спокойно говорите с коммунистом да да потому что я за то что вы знаете мой мой любимый автор один из моих любимых авторов владимир галактионыч короленко у него потрясающие мемуары и он пишет о своем таком почти мистическом озарение когда 1881 году не должна была заканчиваться ссылка но тут жилябов софия перовская сделали то что не сделали да и все ссыльны должны были подписать какой-то документ выражающий лояльность и и так далее и короленко был очень припециальным человеком он не подписал его еще вглубь сибири отправили причем если вы читали его деле он просто вообще ни за что вот он участвовал в каких-то мероприятиях петровской академии он туда учился его просто подлым образом арестовали и упекли этого хорошего человека в тюрьму потом в ссылку с братом есть или хорошего да 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 он целый институт был его называли так король идемка короленко да это потрясающе да так вот у него есть интересный сюжет небольшая страничка просто его в двухном некие воспоминания он пишет о том как его увозят сани в глубь сибири вдали цивилизации все рушится у него были большие планы но иначе он поступить не мог вот идет снег какие-то скалы они едут какой-то расселенный он потрясающий конечно писатель и вдруг он говорит я почувствовал что где-то в недоступной высоте александр второй встречается за желябовым и они друг друга простили это потрясающе и вот говорит мне кажется вот вот к этой точке должна прийти русская история мы должны как-то принять и красных и белых вот как помните у булгакова в белой гвардии до сон турбина когда он видит что в рай идут его его друзья погибшие и их останавливает ангел по-моему говорит подождите красных мы еще не разместили он говорит господи красные тоже в район говорит туда что ну все же в дети божьи да это кстати вот к вопросу были в квартире блока и как ему прилетала за это в белом венчике да разограде действует христос а ведь это по сути на самом деле тоже попытка какой-то такой синергии да 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 мне кажется что поэту поэтов есть это мистическое прозрение к которому нужно нужно идти они они это чувствовали очень хорошо мы должны идти к примирению потому что у меня есть друзья священники которые вот например у меня есть хороший петербургский священник среди моих друзей отец георгий митрофанов он законченный белогвардеец он известный персонаж но он прекрасный человек но мне не близки его взгляд например на власова и и так далее то есть я принимаю знаете вот у довлатова в заповеднике есть интересная фраза он говорит о пушкине и говорит гениальность пушкина состояла в том что он обладал предельной объективностью он светил светом луны которая освещает и волка и зайца которые от него убегают понимаете мне кажется разумный человек он должен идти к этой ведь предельной объективности и принимать вот отец сергий булгаков который мне очень близок он говорил что мы должны научиться принимать правду большевиков хотя он на не принимал того конечно что что происходило эти убивали священников убивали интеллигентных людей сам он просидел некоторое время в тюрьме в крыму потом был выслан из крыма до разлучен с семьей со своим сыном который здесь остался но он говорил прежде чем осудить нужно оправдать нужно найти правду большевиков и он же таким был критиком и белого движения и поэтому все время вот понимаете мне интересны люди которые вот понимаете их нельзя подверстать по какой-то партию вот он сам по себе это очень большая это очень большая проблема современности потому что большинству людей я даже чётко знаю по комментариям которые здесь будут мелкобуржуазная меба это я ввел этот термин мне кто-то написал я его специально ввел потому что он показывает всю ущербность как раз мировоззренческого человека который так думает потому что он он мыслит категориями причем не понимая что сам он еще более мелкобуржуазная меба чем я допустим проблема в том что большинству людей удобно мыслить простыми категориями ну то есть вот как бы ты за наших или ты не за наших если ты не за наших значит ты гореть тебе в тебе воду и к сожалению на самом деле иногда церковь ведь это тоже ведь свойственно да увы я вот кстати вас не оскорблять ваши чувства не оскорбляет эту футболочка красивый футболка ну вот понимаете как все относительно в этой жизни то есть есть радикализм и как среди скажем светских людей которые напишут опять перец этого папа позвал вот его бы 37 то шлепнули бы вот и правильно сделали бы сейчас он выйдет и значит тут начнет я не знаю это малолетних насиловать что там еще там с другой стороны какой-нибудь ультраправославный напишет батюшка как вы можете встречаться с таким отвратительным персонажем но и так далее то есть и пишут туда и это и это краеугольный камень вот современные проблемы то что люди ведь поссорить проще чем помирить ломать не строить и я-то тоже иду ну радую за то чтобы мы как-то все-таки вычленили самое лучшее в российской империи вышли самое лучшее в русском периоде плохое признали и доехали а это подчеркнули и начали бы когда возводить на фундамент нашей какой-то современной диалоги и вот как бы государство оно как-то вот все не может вот нащупать вот это вот где на что ему опереться вы знаете это еще связано с комплексом национальной неполноценности меня от меня спрашивали недавно вот вы же православный вы должны быть монархист почему я должен быть монархистами москва третий рим я говорю ребята ну вы и разве не слышите как нас оскорбляет эта фраза москва это москва почему должны под кого-то подстраиваться от мой любимый американский автор рэй брэдбери в последнем интервью предсмертном своем он говорил что русские молодая нация вот можно поспорить да сколько тысячи лет там какая-то америка он говорит русские молодая нация и они еще своего слова в истории не сказали потому что они не научились себя любить мне кажется в этом много правды потому что у нас это холопство лакейство которое было например у высших наших слоев населения которые бывали там в италии во франции видите как оно там да вот граф нулин например да помните там приезжают как и у нас умы начали развиваться да там у нас жилеты другие там появились да поэтому мы когда мы и живем этот комплекс неполноценности мы тогда сможем историю свою принять ведь гонения на христиан они были в то же самое время вот что у нас происходило при в мексике восстание крестерос мне очень нравится этот сюжет истории но там духовенство пошло другим путем они стали организовываться в банды захватывать поезда батюшка с наганом понимаете это прекрасный роман грамма грина силы и слава есть но он уже пишет с другой стороны о другом священнике до который не участвовал в этих всех революционных процессах но там христиане вот по сравнению с русским крестьянцем которое было очень православным но было настолько пассивно что они стала защищать церковь свои убеждения потому что но люди были не просвещены элементарно вот по поводу наших ирландцев любимых купил я на днях в питере богоспасаемом книжку называется древние ирландские кельтские уставы обожаю вообще эту тему потому что ирландские монахи отличались это не сам расцвет ирландского множества пришелся на раннее средневеку это пятый век вот до темные века до 10 века пока их датчане не начали терроризировать викинги которые дублин основали кстати да так вот в древнем уставе в одном из устав 7 века там есть такая фраза ты не можешь считать христианином того кто не читает евангелие это написано было в седьмом веке когда подавляющая часть населения было безграмотно то есть люди которые у нас на русской библии когда появился пушкин читал библию по-французски а сейчас тут как перевод только девятнадцатом веке по 1876 год вы представляете когда была крещена руси 988 а первая библия в полном составе то есть были так называемые применники где были выдержки такие конспекты библейские а вот в полном виде у нас библия русская появилась славянская появилась в полном виде при елизавете елизаветинской библии 1751 год ее достать было невозможно она не было даже ее не было даже в каждой духовной семинарии библейское общество организовал чтобы хоть как-то да да но вы знаете историю там как это чем это закончилось да то есть у нас русская библия появилась 1876 году то есть почти тысячи лет прошла и в только в в конце девятнадцатого века вот эти движения книга ножным и так далее и по переписи населения 1896 год 78 процентов населения безграмотно и самое интересное что те кто грамотный там же учитывалось не смысл грамотный он может там писать читать на что он там там какая-то система вообще распознает и можно поставить крестик поставить это уже считал что ты грамотный поэтому по могилевской губернии вот где к которой гомель относился 86 процентов безграмотных это катастрофа то есть мы когда говорим вот христианство но там как-то народ не воспитала но извините но они читать не умели воспоминания их мать марии скобцовой которая у нее есть интересное воспоминание как она дружила с победоносцем да 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 она с девочкой дружилась победоносцем у нее интересное и у них была переписка они 7 лет переписывались это потрясающе доносы кстати тоже уже менялся вообще был чуть ли не либеральных взглядов а потом да как и многие из них там как и катков как и суворин издатели они все начинали с либерализма до окончили утро просто интересный сюжет на она в своих воспоминаниях пишет что когда переехала в питер из крыма с мужем с первым мужем они ходили на среды вич иванова в башню по ночам там где не были и говорит вот однажды мы ночью обсуждали тонкости творчества французских символистов и ведь вич иванов декламирую что-то из арипиды я вот стою в дверном проеме и думаю а в этот момент большая часть россии даже читать но это правда вот как имени какая-то катастрофы они это прекрасно все осознавали да и кто я просто за закруглю мысли скажу что в таких условиях мы можем ли мы называть россии руси христианской страной если подводить вот этот ирландский принцип то чего который не читал писание и не читает для него является христианином можно было верить в ну так у нас беларусь горит жили у лесу молились колесу вот и так и все мне за рассказали о я сейчас я я и даже записал значит моя знакомая здесь питере работает где-то там с детьми занимается подрабатывает богатой семьи значит среди богатых семей и не завод богат мне по мнению некоторых коммунистически убежденных персонажей это все мечтает меня расстрелять я очень богат я прямо безумно богат надо скрывать надо тщательно да хорошо я буду в робе ходить во волосинице от от луи виттона в лосинице да так есть новое такое суеверие так ее ругают хозяева за то что нужно закрывать унитаз потому что если ты его не закрываешь деньги из дома у тебя это красиво пластичность мышление как они утекают а соответственно оттуда не деньги караванами караванами да потрясающе но это интересно тут просто понимаете мифологическое мышление но развивается новые какие-то формы вообще же плоская земля закопаны откопанные дома там петербург он же тоже оказывается еще при саре горохе существовал раз уж батюшка из белоруссии ёж простите по старому паспастора по старосоветскому говорить белоруссии хотя тут был в городе полоцки много потрясающая беседа с одной с одним научным сотрудником она объясняла почему беларусь они белоруссия и когда там один из это был такой блог-тур на автомобилях определенной марки меня попросили провести экскурсию в обскове поэтому меня взяли с собой полоск мне очень понравился и там один блогер доказывал что белоруссия вот это по белорусски кстати не хотите ладно сейчас не так на и в украине там очень по жестким так вот есть вот русская православная церковь по гигики вещей она что не знаю в юар что в вологде она одинаково да это к белоруссии точно так же относится ли все-таки есть какой-то там местный колорит и прочее понимаете белоруссия очень русская страна я его рассказал это начнут меня наверное тоже будут критиковать очень сильно у нас мне как-то пригласили лекцию прочитать в минске и после лекции вопрос один гражданин задал в минске там довольно много интеллигентных людей которые разговаривают по белорусски да почему я не разговариваю матчиной мовой почему не говорю на языке своей мамы родителей да и я объясняю что я говорю на языке мамы на языке папы дедушки и бабушки моя прабабушка прожила сто лет и эти сто лет она прожила в гомеле она говорил на чистейшем русском языке это не язык захватчиков у нас просто в белоруссии так сложилось что язык городов был русский язык деревни был часто белорусской причем белорусские мат региона в крике к региону очень сильно отличается вот наш город город гомель две трети населения были евреи и вот и другая часть русские русские было меньшинство белорусов практически не жили в городе это был русский язык вот в ирландии к когда я бывал мне понравилось отношение ирландцев они чем-то белорусов похоже они тоже картофельные нации кстати знаменитых это голод был связано с картошкой до эмиграции вы и так далее у них есть какой-то такой здоровый пофигизм по отношению к жизни да и все говорят вот у меня знакомый майкл фитч ральд мы с ним катались там по разным дорогам смотрели памятники и он все время в машине включает радио на гельском языке на ирландском если я его спрашивал как вы разговариваете там не разговаривать по на ирландском крит я понимаю но они разговаривают хотя он коренной ирландец и у них издаются газеты на ирландском есть в литературные сообщества никто не рвет волосы по по поводу того что как-то массы не не говорят там есть регионы где много говорят на на гельском этот фильм однажды в ирландии помните там есть когда негр стучится да ему отвечают на гельском языке вот и есть там регионы где действительно говорят но английский язык для них это действительно язык захватчиков то что там устроил кромвель например я был в драгеде где хранятся останки оливера планкета священника католического которого замучили да и то что там они пишут это это вообще жутко такой был террор многовековой я не спокойно относится но английский потому что им это дает преимущество вот у меня друзья на культурные преимущества в том числе друзья на украине они говорят вот русский язык мы не будем своих детей учить русском языку и говорю но почему почему нет твой ребенок будет иметь возможность читать достоевского на языке оригиналов что в этом плохого его ребенка будет больше возможно трудоустроить трудоустроить с эстонии литва вот или сада очень нерисовцы говорили даручить русский язык и опаньки они не могут в литве трудоустроить проблемки оказывается в бизнесе на туристическом это очень важно потому что основной это поток куда отнюдь не германия наша богоспасаемая россия поэтому да это большая глупость потому что ну между нами говоря белорусский язык это просто часть самоидентификации никакого практического применения вот очень красивый да я люблю стихи на белорусской языке языке песни мы поем на белорусском языке но понимаете у нас остался по крайней мере моего поколения след насильственной белоруссификации которая была в самом начале 90-х годов за что лукашенко кстати в частности так полюбили за то что он отказался от этого безобразия то есть люди людей просто приговаривали у меня примете в белоруссии страна трагичная в том смысле что во время войны у нас во время первой мировой войны население выкосили во время второй мировой войны просто ну каждый четвертый официально возможно что же больше очень много людей переехала и у нас много приезжих по распределению которые берут на белоруссию приезжали и вот у меня певчи моего хора преподаватели музыкального колледжа они приходят и говорят ну я тогда еще димой был савой стал только в девяносто этом году и они мне говорят мы не знаем что делать нам вот пришла директива вы должны преподавать на белорусской мове они русскоязычные люди то есть они кто приехал из казахстана кто из литвы кто из латвии кто из россии других мест и это оскомина насильственная белоруссизация она до сих пор вот у моего поколения по крайней мере есть но эту проблему нельзя делать потому что он за за зачем зачем пусть пусть будет под многообразие я за многообразие пусть будет много языков как сейчас вообще чем страна живет ну вот на ваш взгляд то есть в чем там плюсы в чем минусы ну то есть я там был конечно русским людям надо понимать что беларусь это независимое государство это очень важно иногда включаю мне телевизор нет на и по интернету смотрю какие-то российские ток-шоу на котором не хватает терпения да и это категоричность она меня убивает то есть они относятся к беларуси как но головская область очень много наглости и хамство мне это неприятно то есть белорусы вообще народ миролюбив очень и таки так и со здоровым пофигизмом то есть если бы русские московские бы так сказал вели себя гораздо корректнее у нас бы не было с таких настроений антирусских они он у них у нас и так нету но периодически последнее время это встречает я думаю это на фоне украины то есть украина потеряли а вот беларусь то ну чё куда куда там белорусам то рыпаться ну чё они там ну что мы мы можем россию захватить если захотите боевыми картофельными отрядами ну что можем а что вы недооцениваете вы думаете что я делаю в питере можно и по заданию партии шпион тайный шпион на самом деле у нас вернемся все таки к вопросу русской православной церкви и так далее как бы вы описали вообще сейчас состояние русской православной церкви как бы вы охарактеризовали главные типажи из которых русская православная церковь сейчас состоит ведь мне кажется проблема точно такая же как и с любым другим движением на поверхности те кто соответственно вещают в интернетах в телевидении и прочее прочее а это я совершенно точно знаю вообще не показатель то есть ты приходишь куда-нибудь в другую церковь в какой-нибудь там вологде в ржеве там в иваново в том же и ты видишь или вот белозельское белосильском монастыре я был круто да и ты видишь там совершенно других людей которые говорят совершенно другие вещи и и которые не ездят на геленвагенах и которым мне кажется то что произносится иногда с центральных телеканалов определенными личностями ну мягко говоря не близко и да ну я бы так сказал что церковь в глубоком кризисе да но но такое к выздоровлению я оптимист в этом смысле я общаюсь довольно часто с молодыми людьми вот у меня было были ли даже сам еще не старушка ну сколько мне лет хорош но не знаю ну между 40 и 50 до 43 года мне ну так имени да 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 так вот вот у меня были лекции в екатеринбурге посмотрел я на семинаристов пообщался вот общался с ребятами не приглашали тоже на лекции в варнице такой прекрасный есть пенсион да вот приварническом монастыре это прекрасно то есть вот молодь молодежь которая в церковь приходит ее очень немного конечно но это здоровые люди в них нету того страха который до сих пор характерен для священников старой формации советской вот это факт вы понимаете нужно это прекрасно осознать что русская церковь никогда не жила в такой ситуации в которой она сейчас оказалась ситуации свободы и мы интуитивно ищем себе хозяина идем на свист кто бы нас приручил понимаете там кто-то вот пригрел там власть или какая-нибудь исполнительная законодательная там или судебная кто-нибудь да то есть мы мы у нас нету навыков свободы и как мне кажется мы не осознаем самую главную задачу церкви она состоит как мне кажется в слове евангелизация некрасивое слово конечно отец александр меня его сформулировал когда-то нашел это слово то есть наше наше дело говорить о христе они например захватывать территории там показывает свою силу мне например не близко как-то проводит там какие-то массовые крестные ходы чтобы показать что вот настолько люди или потому что церковь как отец павел флоренский говорит церковь это дружба прежде всего это союз единомышленников а он не может быть большим не бойся малое стадо вот и говорит христос это всегда очень небольшое число единомышленников и людей которые которые знаете являются говорят о христе больше не словами своей жизнью потом был такой интересный египетский подвижник пахоми великий он и жил приюсти не они по моему это шестой век да и в египте и его на какую-то войну в числе других деревенских ребят начали собирать ведут этих бедных новобранцев в сторону александрии деревенские египетские ребята ничего не понимают что за война а империя снова обширная их не кормят и приводит и в какой-то в какую-то деревушку дикую бросают просто в чистом поле никто не заботится о кормежке вот просто сидят голодные ребята и тут из деревни идут люди которые их приносит им какие-то лепешки воду и так далее раздают это все и уходят и никто не не сказал ни слова и он говорит а кто это такие а это христиане известные чудаки а за что а чё они хотят нормальный человек думает но выгода какая вот они нас покормили а выгода какая то есть там записаться куда-то пожертвовать почку там сдать кровь нет ничего они совершенно бескорыстны и его это настолько заинтриговал что она война так и не состоялась их распустили он вернулся домой стал собирать сведения христианных и он стал христианином впоследствии основал кстати можно так сказать первый орден монашеский потому что он написал первый устав такой полувоенный то есть его поразило это скромность бескорыстие и самое главное доброта вот мы говорим что бог есть любовь это слово греческая гапы она наверное на русский язык современным лучше переводить доброта вот как говорил у василия гроссмана в этот помните толстый роман как он жизнь и судьба помню да нет я не читал такой эпопея целая там в двух частях он там он один из сюжетов наши офицеры советские попали в концлагерь нацистский и вот они сидят разговаривают и один из офицеров говорит что я не верю в добро потому что ради добра люди очень часто убивают вот гитлер ради добра своему народу пошел на на советский союз и сталин ради добра устроил коллективизацию это стоило огромных кровей и говорит я верю в доброту евангелия на как раз об этом о бескорыстной доброте о бескорыстном отношении к богу в частности то есть когда ты от него ничего не хочешь ведь на самом деле это наверное оскорбляет бога даже когда вот я хожу потому что хочу чтобы мне там грехи простил ли чтобы ребенок не болел когда ты просто просто с тебе с ним хорошо вот и все и это самое главное мне кажется и но но это в современной церкви люди осознают но это не декларируется как задача то есть и в частности это связано еще с тем что у нас в числе приоритетов нету просвещения хотя очень часто говорится до деятельности церкви как организации потому что есть когда христианин говорит слово церковь произносит он очень тут нужно всегда делать оговорки что он имеет ввиду с несколько знать церковь это здание храм да церкви эта структура вот есть наша вертикаль власть есть там патриарх архиепискотов и так далее а есть а есть вот это сообщество есть дружба то есть мистическое тело так называемое то есть это союз единомышленников причем очень разных очень разных отношений но для того чтобы для того чтобы это это эти общины росли чтобы они спрос существовали нужна атмосфера доверия и просвещение у нас с этим плохо у нас вы вы правильно сказали что у нас такая армейская структура вот отец георгий митрофанов мне рассказывал что после его высказывания относительно пусирают патриарх ему запретил на два года вообще высказываться где-то в сми то есть это факт но бывают более тяжкие но он публичная такая фигура а есть люди малоизвестные могут священника просто действительно стереть в порошок такой бывает да это факт я даже знаю правильный такой случай потому что канонические но никак не то что канонические по факту у нас есть что-то похоже на крепостное право да есть еще одна проблема церкви который я не могу не упомянуть это это уже чистая как специалист в области коммуникации это проблема грамотного контента вот это интересно очень это ее хотел вас спросить да то есть как вы видите это у меня свое время была идея но это там долгая история там одни девочки что там хотели чуть ли не свой телеканал замутить ну я объяснил что это как-то уж совсем но один из проектов который я предлагал вообще вообще мы проектор чего он вырос оттуда на самом деле россия чужий взгляд 100 идеи а параллельно я еще хотела делать такой проект он назывался об рпц вкратце да вот такой слоган и где бы вот для блондинок реально бы объяснял что куда зачем почему потому что люди же на самом вообще они ну библию же и я-то мягко говорить специалист я библию начал изучать на самом не прошли дикавирующая потому что мне надо было в эрмитаже экскурсию дать а там куда не плюнь там одни библейские сюжеты если ты в этом не разбираешься за ты плывешь другое дело что зачем опять-таки тебе об этом знать если все другие не понимают и через там три-четыре рассказа ты понимаешь что в принципе достаточно больше мозг не не вмещает этих рыбе он да то есть уже одной легенды про блудного сына рембрандта в принципе достаточно то есть четко емко кратко в современном формате подавать информацию о о том вообще как вести себя в храме очень важно современными языки на современном языке но кубер без глагаризмов конечно да 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 но тем не менее как вести себя в храме какие-то главные исторические моменты церковные праздники церковные святые и вот вплоть до там не знаю облачение священника как с ним вести себя как можно ли им горе доброе утро не знаю как-то спросили бачка вам можно говорить доброе утро катастрофа бачку в туалет вообще ходите знаете только вне пост строго по графику и вот у меня было так и не потому что все то что я наблюдаю и в интернете прочее это это тихий ужас я понимаю что современный особенно молодой человек это никогда не станет смотреть и это очень отторгает от церкви мало того что ты когда попадаешь православный храм иногда ты попадаешь как будет очень враждебную атмосферу заходишь вот как-то я всегда привожу пример как я там вот в норвегии в протестантский храм зашел там это уже после службы было у них там но они там занимаются каким-то немножко не от мира сего ребятами не сидят все такие о них там поют кофе и прочее не таким хочешь с нами а я такой вот промерзшие вообще до в дождь шоу и я такой хочу и все и мы попили кофейку они угостили пироженками потом песенки попели я представляю я даже об этом сказал мне был ответ храм это не место для того чтобы там значит пить чай почему вот-вот почему папой но с чего это вот взялось все почему и вот это то есть если есть определенная преграда которая иногда создается специально вот эти вот бабушки которые там сидят и нифига не знают вопросов не задавал каждый раз причем не потому что я хочу задеть уж я реально я шел один раз вот елоховский храм где пушкина соответственно крестили я шел и значит это все в березах а я вдруг пошли я не знаю почему в березах ну то есть я знаю почему верное воскресенье почему берет я вижу там через троица вяжет веники я к не подскажу и говорю знаете дико спрашивать ну я тупой извините а почему береза такая я чувствую она зависла и на к вы знаете а я даже не задумывалась никогда об этом ты вяжешь веники с березы ты даже ни разу не задумывалась об этом и вот это сплошь и рядом я встречаю и как это перебороть вот я вообще понятия не имею вот возможно это как раз из-за этой костной структуры армейской происходит да в частности нет ни только из-за этого просто мысль мы еще себя не поняли сама церковь не понимают чего мы чем мы делаем и в сам этот это так похоже на нашу страну вот мне кажется церковь это вот часть олицетворения современную мы же тоже даже в часть части общество а школа наша это не такая разумею все то же самое да а культура наша не такая просто мы мы не не сознаем и самое простое что у нас самое понятное это предоставлять услуги населению, понимаете? И вот с этим справляются хорошо, то есть там осветить. Вот сейчас в Твери, оказывается, был какой-то крестный ход на вертолетах, они 72 литра воды опрыскают. Ну что это вообще? Я читаю, я священник, большую часть жизни я в церкви. И я думаю, со стула, это Хармс, что ли? Это вот в площади Хармс. Мне рассказали тут буквально вчера про одного очень интересного деятеля, тоже священник, ученый ваш питерский. Оказывается, его научная, вернее, педагогическая деятельность началась с того, что он преподавал закон Божий в балетном училище. Слушайте, у вас город Хармса, тут на каждом шагу что-то такое. Ну потому что назовем нас Хармса и здесь и жил, естественно. Это невероятно просто. Старушки продолжали выпадать из окна. Да, поэтому мы вот... А если церковь мыслится в своем... Как, простите за мой французский, комбинат ритуальных услуг, тогда мы на кого должны ориентироваться? Вот на этого потребителя, который... Тогда нужно уже действовать в рамках... Не очень взыскательный, не очень... Нам выгодно, чтобы он был невеждой, чтобы он не понимал. А зачем это нужно? Это очень нужно. Вы должны там поцеловать, вы должны там прийти к мощам, к таким-то, которые там привезут из Греции, зачем-то, почему-то, непонятно. То есть я понимаю смысл паломничества, то есть богословский смысл его. Потому что это как личная история. Это вещи такие очень глубокие, очень интимные. Как говорил Пришвин вот в дневниках своих, что если ты нашел Бога, спрячь его поглубже. В этом что-то есть. Это нельзя... Не надо выпячивать. Нет, не то, что выпячивать. Вот тоже еще один мой любимый персонаж, екатеринбургский поэт, был такой Борис Рыжий. Он говорил, что те слова, которые ты приготовил для Бога, ты не должен говорить другим людям. Это очень лично. Поэтому мы действительно профанируем. Но я думаю, церковь разберется потихонечку. Молодые люди придут, уйдет это поколение запуганных священников. И мы поймем, что ориентироваться надо не на бабушек. Вы очень правы. Мне вот интерес со стороны. Я не ЦА, потому что я все-таки изучаю этот вопрос. Я постоянно тоже вожу в храм. У меня был потрясающий случай в Владимирском соборе. В этом спортивном у нас есть. Такое место называется Макруша. Его заливало постоянно. Он называется Макруша. Это очень интересный собор. Его строили четыре архитектора подряд. Это собор, посвященный Владимирскому ордену. В общем, там целая интересная история. Я туда привел детей. Я водил детские экскурсии. Я привел им все это рассказы. У меня была толстовка с черепом. И батюшка очень долго на меня косо смотрел. Слава богу, не сказал мне ничего. Потому что я был в не очень хорошем настроении. Я мог бы что-нибудь ответить ему. Но мама одной из девочек, она потом сказала, что он к тебе подошел. И очень возмущался, что у меня череп. И я говорю, батюшка, так у вас тоже на облачении череп. И в голове тоже череп. Вообще-то это христианский символ. Голова Адама. В чем проблема-то? Дело не в этом. В том, что я не понимаю вообще, кому какое дело, что на тебе надето. Вот это мне совершенно непонятно. Мне рассказали случай, значит, одна из наших таких обителей, очень крупных. Туда приехали паломники. И у них обычай такой. Они, если видят, что человек неподобающим, как им кажется, образом одет, они его облачают в серые такие арестантские халаты. Вот как у психбольных там, знаете, ходят. И вот целая группа заходит экскурсантов. Я им говорю, ребята, но деньги-то вы с них берете. Зачем вы унижаете людей? Какая разница? То есть в нашем обществе это считается сейчас прилично. В 18 веке они в других штанишках ходили вообще в церковь. Посмотрите, в чем они, знать, заходило. Знать иногда и сидеть могло в церкви. Да, да, да. Вот в Третьяковке есть картина. Забыл, как художника зовут. Проповедь в сельской церкви. Там сидят. То есть благочестие, на самом деле, оно было сословно обусловлено. То есть стиль благочестия был свой для крестьян, свой для мещан, свой для купцов, для знати. Сейчас еще одну историю потрясающую расскажу. Тут же Новодеющий монастырь. Там тема такая, что там очень много известных могил. Но самое, конечно, известное – это могила Некрасова. Я еще почему туда раньше любил водить, потому что у него там еще звезда Давида на могиле. Я каждый раз рассказываю, что это не жиды проклятые, а вообще-то это тоже древнехристианский символ и все такое прочее. Пройти к ней можно только через территорию монастыря. Я в курсе про правила нахождения на территории монастыря, но так получилось, что я был в бриджах. Это вот брюки, обрезанные ниже колена. Мы тогда приходим с группой, и мне, значит, говорят, нельзя. Я говорю, ну, я понимаю, я сейчас вот так незаметно, по стеночке туда, на кладбище, и потом обратно. Он говорит, нет. Я говорю, а что делать? А вот можете юбку надеть. Значит, там у них юбки. Я реально, у меня есть фотография и даже видео, я надел на себя юбку до пола, и вот в этой юбке она была такая синенькая в красный цветочек. И говорю, то есть вот это, я говорю, боженьку не оскорбит, а бриджами и боженьку оскорбят. То есть у вас такая логика, я не понимаю. Вот, и я вот в этой юбке прошел, и потом обратно все, конечно, ржали дико, но вот... Но это маразм. Хотя в собор Петра, если вы в Риме зайдете, там тоже требует заворачиваться, но я этого не понимаю. Я бы в собор не пошел. Потому что есть ведь на самом деле просто динамика моды. То есть люди, вот сейчас это прилично. Вот человек идет по улице, это прилично. Если на улице прилично, почему это неприлично в церкви? Мне это непонятно. Тем более, что это не за богослужением. Ну да. И потом мне как-то, я шел у нас в монастыре, по двору шел, о чем-то размышлял, слышал, что две прихожанки разговаривают, одна другой говорит. Как это вы в брюках после работы? Вы не представляете, как монахи соблазняются. То есть она представляет. Вы не представляете, как монахи соблазняются. Я думаю, боже мой, это как комплимент принимать или что это было вообще. Невероятно просто. Да. Батюшка, огромное спасибо за такой потрясающий, интересный диалог. Надеюсь, все-таки доберусь до Гомеля, вообще до Беларуси. У меня мечта на машине проехать в вашу замечательную страну. Потому что мне там очень понравилось. Чисто, дешево, все говорят по-русски. Никаких вообще напрягов. И огромное количество достопримечательностей, о которых ты даже не догадываешься на самом деле. Мне кажется, Беларусь это на самом деле такое туристическое льдорадо. Ее бы раскрутить, под раскрутить немножко. И дело бы заиграло. Но это, я думаю, и задача церкви, и задача глубоко будущего. Ну, а на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Кстати, оставлю ссылку на канал. Сто грехов вам простится. Да? Да. До конца месяца. Потому что надо еще насчитать эти грехи. Сесть и... Есть еще время, дорогие. Да, есть еще время. За каждый лайк 10. Да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, который я оставлю. На мой можете не подписываться. И читайте мои книги. Я еще книжки пишу. Так что они своеобразные. Последнюю книжку даже... Она называется «О пользе вреда». Но это не для всех. Такая юмористическая. А вообще, конечно, книжки я пишу для того, чтобы объяснить, что в церкви главное, что второстепенное. Последние... В этом году вышли книжки «Духовные упражнения». И «О пользе вреда». В прошлом году выходили книжки о смысле Великого Поста. Таким популярным языком. Я объясняю смысл богослужений, облачений священнических и так далее. Вот это как раз. Книга называется «Неизбежность Пасхи». И еще книга, там немного о смерти, называется «На руках у Бога». О том, как мы мыслим, христиане, смерть, кончину близких, болезнь и так далее. Но есть еще другие книжки, которые раньше я выпускал. «Любовь и пустота» и «Пельсиновые святые». Если найдете, хорошо. Я думаю, что если найдете в поисковике, забейте. Да, забейте «Архимандрит Савва Мажука», вам что-то выскочит. Но не все книги продаются в церквях, к сожалению. 2 ноября в Петербурге пройдет моя классическая экскурсия «Убить царя» про финальный акт народной воли. Ну и не только про это. 3 ноября экскурсия «Брата Ленинград», кино и Бродский. Про места, где снимался фильм «Брат» и про то, как императрица Елизавета Петровна стала императрицей. Про дом, где жил Бродский и про все остальное. 8 ноября в Москве экскурсии «Изнанка Тверской», «Как двигали дома». Также зайдем на Камергерский, поговорим про взаимоотношения Сталина и Прокофьева. 9 ноября «Достоевский и армия», «Суворов и загадки Фрунзе». Гуляем вокруг тех мест, где родился Федор Михайлович Достоевский. Напоминаю, что идет набор групп, отправляющихся в Берлин в конце ноября и в начале марта. И группы в Париж, которые отправляются в конце января. Все подробности есть в ссылках в описании под этим видео. На этом все. Увидимся. Пока.